Тема уже обозначена. Место писания, которое я хотел бы сразу вначале зачитать, это записано в первом послании Фессалоникийцам 4.12. Вернее, начну с девятого текста, так будет более понятно. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Поскольку тема христианин и бизнес, нам нужно, наверное, ввести некоторые понятия, о чем мы будем сегодня с вами рассуждать, потому что под словом «бизнес» иногда понимают, есть разные определения этого слова. Некоторые понимают, это просто спекуляция, я имею в виду, из, будем говорить, постсоветских времен, прошлых. На самом деле это слово вошло, будем говорить, в наш лексикон немножко с другим понятием, более таким вот современным. И если просто сказать, коротко будем говорить, «бизнес» – это развитие собственного дела с целью получения прибыли. А само слово «бизнес» – это от английского «бизнес», то есть дело предприятия или промысел какой-то, то есть то, чем человек занимается. Ну и поскольку у него есть цель получения прибыли, а если мы еще понимаем то, чтобы каким-то образом заработать на хлеб насущный, вот для нас слово «бизнес» – оно где-то в этом ракурсе и движется. Но нужно отметить, братья, одну очень интересную такую деталь. Поскольку слово «бизнес» – оно подразумевает еще и рынок труда, это тоже интересный такой термин. Почему? Потому что мы с вами хотим ли этого или нет, работая на каком-то государственном предприятии или у частного какого-то, будем говорить, предпринимателя, мы себя продаем. Я сейчас поясню, что это значит. Мы продаем с вами силы наши, время, за определенную сумму денег, ну и умения наши. И хотим за это все получить какую-то определенную сумму денег для того, чтобы нам пропитать свою семью. Ну, может быть, если кто-то есть среди нас, те, кто, будем говорить, сам дает людей, ну, труба, значит, если он предлагает людям какой-то труд, то для него, для него это тоже своего рода дело, он от этого имеет какой-то определенный процент, для того, чтобы иметь прибыль определенную. Может быть, развить это свое дело. Но это тоже входит в понятие рынка труда. Мы сейчас не будем касаться этих моментов. Почему? Потому что если мы сейчас коснемся всех тонкостей этого дела, нам не хватит с вами и двух дней, потому что у каждого из вас есть какие-то индивидуальные моменты жизни, где вам что-то непонятно. И наша задача сегодня, прежде всего, вот те противоречия, которые есть у нас внутри, связанные с рынком труда, где мы где-то работаем по найму, или у нас кто-то работает, так вот, чтобы эти противоречия свести к минимуму, для того, чтобы нам перед Богом нашим ходить верно, и чтобы в тот день, когда мы с Богом нашим встретимся, чтобы наша совесть, она оказалась без пятна и порока. Вот это наша задача с вами, как христиан, и поэтому здесь апостол Павел, учитывая эти все моменты, он сам находился, будем говорить, в зоне рынка труда, потому что занимался тем, что работал своими руками, его сотрудники тоже это делали. Хотя где-то была оказана какая-то поддержка, может быть, помощь, но он говорит конкретно, я от вас не пользовался ничем. То есть, ну, и ни в одном послании он об этом говорит, он говорит, это и Коринфянам, кстати, и Фессалоникийцам об этом говорит. И важно очень, чтобы вот это, ну, будем говорить, доброе взаимоотношение и уравновешенность внутренняя перед Богом, она присутствовала в нас, как христианах, потому что прежде всего мы христиане, прежде всего последователи Христа, и нам нужно вот к тем вопросам, которые нас окружают, относиться по-христиански. А вот как относиться по-христиански? Всегда ли это согласовывается с некоторыми моментами? Это, значит, бывают сложности. Отчасти мы некоторые вопросы затронем, но я понимаю так, что Дух Святой, Он сам дополняет вам и говорит многое, и поэтому я хотел бы предложить даже так. Братья, если кого-то Бог в чем-то, ну, побуждает где-то как-то поступить, именно правильно по-божьему, то будет очень правильно это сделать. В данном тексте есть еще одно такое слово, оно очень мне понравилось, написано так, чтобы вы поступали благоприлично. Вот такое интересное слово. Оно где-то взаимствовано вот еще со старославянского слова, вернее, даже не старославянского, будем говорить такого, из славянского, значит, наречия. И сложное слово, ну, братья, здесь я понял, что есть такие, которые, может, как они знают происхождение, может, где-то с филологией близко связаны. В моем восприятии это слово сложное, которое состоит из двух слов. Есть приличие какое-то, да, определенное, которое обусловлено словом, поэтому Павел и предлагает нам, но и оно еще должно быть благое, то есть доброе. И важно, чтобы мой авторитет или моя личность, которая фигурирует как-то в этом обществе, вокруг, значит, меня еще тоже есть кто-то, чтобы мое представление этим людям и перед Богом, оно было таким, чтобы оно просто называлось добрым, приличным и, значит, благоприличнейшее, чтобы оно было. Вот об этом я хотел бы сегодня вместе с вами немножко порассуждать. В бизнесе, в самом, если назвать будем этим словом, или нашим предпринимательством, ну, должны быть всегда какие-то моменты, которые мы с вами называем принципы. Эти принципы должны быть христианские, хотя у каждого бизнесмена или у человека, который занимается своим делом, есть свои принципы. Но если человек христианин, у него должны быть определенные принципы. И эти принципы, они основаны на Писании, и я приведу их несколько, которых мы будем с вами рассуждать. Это прежде всего честность. Что она включает в себя? Начиная с Ветхого Завета, Бог, когда формировал израильский народ в общество, как будем говорить, не просто групп, мы будем говорить, часть народа, который движется, он формировал их еще внутри себя во взаимоотношениях. Потому что любой рынок труда, любой рынок труда, это не просто специализация какая-то, допустим, сантехники, электрики и все прочее. Друзья, это прежде всего отношения, отношения с людьми. Как вы сможете договориться, значит, так и будет. И мы все понимаем, что на рынке, ну, как есть такая народная пословица, есть два человека, да? Ну, их называют там по-разному. И, значит, один покупает, другой продает. И любой человек, он хочет подешевле купить, подороже продать. Ну, это закономерность такая. Поэтому Бог, учитывая эти моменты, и зная о том, что вот вся эта производная, она идет еще от грехопадения, мы все знаем, многие из вас проповедники, но Богу было угодно, чтобы с первого момента, когда формировалось общество в Израиле, чтобы установить некоторые порядки. И эти порядки, ну, они обусловлены словом. Я вот сейчас только, ну, прочту одно только правило, не буду читать вообще об этом, очень много интересных мест. это книга Левит, 19-я глава. Хотел бы предложить вам одно место. Кстати, скажу, что об этом сказано в Библии семь раз даже. Значит, Левитом, 19-я глава, 35-й, 36-й текст. «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерениях. Да будут у вас весы верные, гирим верные, ефа верная, и гин верный. Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, исполняйте, я Господь». Казалось бы, Бог ставит общество перед таким очень серьезным вопросом. С одной стороны, измерительные все приборы, связанные непосредственно с рынком, а с другой стороны, Бог говорит «Я Господь». «Я Господь, и я за этим всем наблюдаю». И Бог действительно наблюдает за всем этим. И если у какого-то человека появляется какая-то неточность в этих вопросах, и Бог свидетельствует это в совести человеку, и человек, если переступает через свою совесть, то даже иногда неверующие верующим людям говорят «Ты бессовестный человек». Наша задача с вами, как христиан, не переступать вот эту черту. Это очень важно, потому что Бог, Он смотрит за всеми этими вещами, и Он хотел бы, чтобы в нашей жизни, если мы хотим иметь благословение от Бога, это очень важно, чтобы мы не переступали то, за чем следит Господь. И я хотел бы обратить ваше внимание на то, что и в мире сегодня они пришли к такому пониманию, что это действительно так и было. Не хочу вдаваться особо в историю. Вы все знаете, что между, условно скажем, разными народами у них были разные единицы измерения, и каждый купец, который приезжал в другую страну, он хотел там, где он продает товар, объегорить тех людей. Почему? Потому что, ну, меры длины были разные, гири были разные. И это из древности, там гири делали легче для того, чтобы, условно скажем, продать что-то, и наоборот тяжелее, чтобы купить, ну и так далее, и тому подобное. Друзья, а Бог за этим следит. А Бог за этим следит. И вот в народе израильском этого не должно было быть. И лицо Израиля, оно как нации, оно должно было предстать перед этим миром, вот в этом отношении довольно честным. И в мире пришли тоже сегодня к определенным стандартам, об этом вы знаете, есть ГОСТы веса, меры, длины и всего прочего, чтобы не было между людьми никаких, ну, таких вот сложностей. Но есть одна еще определенная проблема. Друзья, меры ГОСТы или ГОСТы есть, существуют, но есть духовный ГОСТы, и его устанавливает Бог. Отчасти я уже сказал, что он через совесть, и Бог свидетельствует Духу нашему, что нам нужно и как сделать. И здесь возникает комплекс противоречий, который у нас может возникнуть. Обратно же, наша плотская природа, она хочет, ну, условно сказать, купить автомобиль, простите, ну, простите, я пример такой приведу, ну, условно скажем, за 100 рублей. И если удастся, я хочу его продать, если его продам за 150, я считаю, сделка прошла отлично. без учета там, мы будем говорить, амортизационных каких-то затрат и всего прочего. И кому это нравится? Ну, в принципе, кому это нравится? Это нравится моему внутреннему я. Ай да я. Как удачно все получилось. Правда же? И поэтому, если следовать закону справедливости, я вроде бы его должен продать хотя бы за 99 рублей, этот автомобиль, то здесь уже срабатывает другой закон. Два человека на рынке, как мы уже говорили. И вот здесь важно так все сделать, чтобы твой автомобиль на словах стоил 150 рублей. Друзья, я это говорю, знаете почему? Потому что очень многие моменты, когда в нашей жизни возникают, они возникают, ну, будем говорить, иногда на таких моментах, что просто диву даешься. Приведу один пример. Пример он уже где-то исторический, где-то риторический, ну, там, где пришлось мне своими глазами что-то видеть. В Туле, когда после взрыва, дома молитвы, значит, нужно было за, фактически там, за несколько суток сделать стяжку и положить плитку перед конференцией. На все это отводилось, по-моему, около пяти дней. Представьте себе, зима, январь месяц, нужно завести мороженый снег, замороженный снег, его оттаять и сделать стяжку 12 сантиметров высотой. И на эту стяжку положить плитку. Многие из вас здесь специалисты, и я думаю, скажут, что это сделать невозможно. Но мы молились Богу и понимали, что этот вопрос решить можно. Как это сделать? И тогда решили прийти, ну, с братьями решили пойти по очень простому пути. Собрать всех специалистов, а там было человека 150. Мы понимали, что не все к плиточнике, значит, собрать специалистов для того, чтобы этот вопрос решить. Собрали. Знаете, сколько было? Человек 40. Мы предложили всем, кто видел, как плитку ложат, кто ее подносил, и тех, кто ложит. И у всех у них спросили мнение. Как вы думаете, вот эту работу можно сделать или нет? По ответам мы понимали, кто специалист, а кто нет. И сами не специалисты, но поняли, что вот этот контингент людей, он, в принципе, может эту работу сделать. Но нужно было одобрение от этих людей, от всех людей. И вы знаете, была одна такая деталь интересная. Несколько молодых братьев, они отрекомендовались, что они очень хорошие специалисты. У них огромный стаж работы. А братья более пожилые очень скромно о себе говорили. Но что характерно, что потом, когда выяснилось, когда нужно было, ну, мы профиксировали, кто говорит, там специалисты, очень неплохой. И мы их не ставили на ответственные участки, но поставили ответственные за участок какой-то работы. По ходу работы пришлось менять их. Ну, потому что работа сама показывала, что там только желание было быть хорошим специалистом. Но он им таким не был. И мы мирно очень говорили, братик, как там у тебя дела? Я чувствую, что здесь у тебя не так получается. Ну, там братья были у нас такие, подходили. Он говорит, да вы знаете. И выяснялось, что кое-то из них только плитку подносил. Ну, нас радовало то, что у него было желание участвовать как-то хотя бы в этом труде. Братья, но с такими показателями выйти куда-то на улицу и предложить человеку работу за какую-то сумму, да причем при этом поднять потолок цены очень высокий, поднял, потом посмотрели хозяева на эту работу, а еще и узнали, что ты верующий человек. Вот наше благочиние и закончилось. Друзья, это важно очень, поэтому я должен правильно себя оценивать, где-то подходить к этим моментам очень правильно. Да, хочется заработать больше, да, хочется еще что-то и не упустить ту или другую работу, но нужно подходить ко многим вопросам честно. Еще один очень важный момент, друзья, одна из важных, ну, очень, ну, серьезных проблем это порядочность наша. Благочиние, оно усматривает этот вопрос. Что значит порядочность? Я сейчас объясню, потому что об этом тоже много очень нужно говорить, и я знаю, что вы, каждый из вас связаны с этим вопросом, и я даже подозреваю, что сейчас после наших рассуждений появится очень много записок, разных. Братья, ну, я прошу вас, не спешите писать записки, потому что мы не в состоянии будем рассмотреть каждую ситуацию индивидуально, у нас просто не хватит времени, а нужно к этим вопросам подойдите вот со стороны того, что Бог вам говорит, то, что свидетельствует вам, как вам нужно поступить. Что я включаю в слово порядочность? Если ты хочешь узнать людей, ну, с кем ты работаешь, поручи им разделить деньги, которые вы заработали. Друзья, очень часто бывает так, ну, уже, может быть, это как стало притчей в Языцах, когда братья вместе работают, а их появилось уже несколько, кстати, некоторые говорят так, в бизнесе братьев не бывает. Вторая такая вот интересная присказка появилась. Как будем делить деньги? Честно или по справедливости или по поровну? Друзья, вот здесь нужно иметь понимание. Да, очень хорошо работать с братом вместе, плечо в плечо, очень хорошо. Где-то друг друга могут поддержать, где-то еще что-то, но я вам скажу откровенно, в этом случае нужно иметь очень высокий дух. В каком плане? Уметь нужно подставлять плечо, уметь нужно входить в обстоятельства братьев. Бывает так, что молодые братья только пришли, работают подсобниками, хотят иметь зарплату, как человек, который уже давно имеет какую-то специальность, давно в этом работает. Он подносит только кирпичи, условно скажем. Да, эта работа должна оцениваться, да, она трудоемкая, да, она тяжелая, там еще что-то. И при этом всем нужно учитывать, что ты не основной специалист. Нужно это учитывать. И вот этот учет должен быть внутри тебя. И если Бог тебе не поможет проконтролировать эту ситуацию, развяжется твоя плотская природа, и ты можешь наговорить столько неприятностей, и ты в результате, в сердце своем, заронишь какое-то неправильное представление о братьях своих, и у вас будут очень нехорошие отношения, причем на долгое время. А вам вместе участвовать в вечере, в вечность вместе идти. И самое плохое дело в этом во всем деле считать чужие деньги. А сколько он получил? Друзья, это очень неправильно. И вот я хотел бы, чтобы вы обратили на это серьезное внимание. Братья, в наших обстоятельствах эти вопросы ни в коем случае нельзя решать. Мы христиане с вами и должны иметь, будем говорить, вот эти справедливые мерки, которые должны нас руководить, и Дух Святой обязательно выведет из любой ситуации. Поверьте, Бог не оставит вас, вы получите ровно столько, сколько Бог определил. И вам этих средств хватит. Но нужно надеяться при этом на Бога. И Бог обязательно эти все вопросы решит. Но для того, чтобы эта порядочность имела какое-то подкрепление, очень хорошо, когда мы с вами применим некоторые библейские принципы. А именно, ну, во-первых, принципы честности, о которых мы говорили. Второй момент. Мы должны с вами понять еще одну очень важную деталь, что в Евангелии достаточно, да и в Библии достаточно, очень много принципов, которые Бог определяет, что мы должны сделать. Мы не должны говорить или делать того, чего себе сами не желаем. Это очень просто, вроде бы сказано, но это нужно сделать на практике, это будет правильно. Никогда не нужно считать деньги работодателя, это будет очень неправильно. Сколько он получит от меня? Друзья, это очень плохое дело. Почему? Потому что сам, значит, наше служение Богу, оно может превратиться в служении Мамоне. Мамона – это Бог, ну, богатства или денег, серебра, ну, по-разному есть разные определения. Так вот, вы знаете, если мы будем обои думать о деньгах, будем думать о их, там, еще что-то, постоянно, нам нельзя сказать, что нам о них нельзя думать, нельзя, нам нужно их уметь считать, правильно тратить и все остальное. и так и говорят, бедный не тот, кто не умеет зарабатывать, а бедный тот, кто не умеет тратить деньги. Поэтому важно очень, чтобы мы могли к этим вопросам относиться очень серьезно и могли учитывать эти моменты. Чужие деньги никогда не считать. Научиться нужно считать своим. И правильно считать, в плане того, чтобы их правильно потратить. Друзья, это очень важно. И здесь вступают еще одни законы. Я должен быть порядочным перед Богом. Отчасти братья, может быть, и усмотрят эти моменты. Но я вкратце скажу. Друзья, я должен помнить, кто должен быть на первом месте в графе, будем говорить, моих растрат, ну не растрат, а тогда, когда я деньги куда-то употребляю. Кто должен быть в первой графе? Если я перемещу Бога на последний пункт или где-то в середину, друзья, просто тогда я могу не увидеть каких-то особых благословений в своей жизни. Я должен понимать это. И с Богом я ни в коем случае не должен вот эти вопросы решать на потом. Потом решу. Друзья, Бог благословляет. Запомните, что Бог делает бедными и богатыми. Бог дает здоровье, Бог дает нам знания, силы и все остальное. И прежде всего Бог, простите, я проведу это такое слово, но Бог компаньон. Он соучастник моего труда. И он говорит, если он говорит, что я сия с вами во все дни до скончания века, то это значит, когда я забиваю гвоздь, Бог присутствует при этом, чтобы и где-то охраняет меня, чтобы я этим гвоздем не прибил себе палец. Вы понимаете, о чем я говорю. И там еще что-то. Бог знает, как эти вопросы решить. И наоборот, если человек только решает вопросы по-своему, уповая на свое знание и свои какие-то возможности, друзья, как правило, смотришь потом впоследствии на банкротство таких людей, сначала духовное, а потом, в принципе, и все остальное. Потому что сегодня в этом мире, в мире бизнеса, в мире вот этого рыночных отношений, конкуренция такая, что вытеснят на раз-два, даже не успеешь оглянуться. И только Бог может сохранить. И поэтому эти вопросы нам нужно, в этих вопросах нам нужно быть порядочными. Как говорит Писание по этому поводу. Друзья, я не буду из-за недостатка времени, потому что я смотрю, уже мое время заканчивается, из-за недостатка времени я только со слов вы эти места знаете, напомню. Мы не имеем права задерживать плату наемнику до утра. Если я пообещал сегодня с наемником рассчитаться или там за определенную работу за какую-то, я должен это сделать. Я это говорю к тем братьям, особенно молодым, сегодня у нас есть некоторые преиспевающие бизнесмены, они, не кто-то фирму уже свою имеет, кто-то бригаду какую-то имеет, нанял таджиков 10 человек, условно скажем, платит им по, ну простите, там по 100 рублей, а договорился за 120, ну и хорошо, по 20 рублей с каждого таджика и можно что-то поесть. В принципе, неплохо. И таджику хорошо, и мне неплохо, я ему работу дал, как бы нашел, и правильно, в принципе, я нашел работу, это работа тоже, умственная работа, интеллектуальная, это тоже работа, и она тоже должна быть оплачиваемая, но я должен знать, что этот таджик, условно скажем, он должен в 6 часов вечера получить зарплату, но ни в коем случае не завтра, иначе я буду иметь дело с Богом. И вот это я должен иметь, это моя христианская порядочность, иначе дело не пойдет. Друзья, это очень серьезно. Еще один момент, этот пункт я так и назвал, благоприличие, хотя все это входит в благоприличие. Есть еще один очень важный момент, это прозрачность. Что это значит? Я не говорю о том, что всем обязательно нужно бежать в налоговую инспекцию, и все свои доходы, значит, все там нужно, хотя я и не имею права сейчас этого говорить, но на самом деле, друзья, эти вопросы, они очень щекотливы. Но я хотел бы вот что сказать. Писание говорит так, чтобы я был готов всякому, кто требует у меня отчета, его дать. И причем кротко. Друзья, это очень важно. Если ко мне работник подходит и условно говорит, а сколько ты получаешь, Павел? Здесь нужно уметь мудрость, сказать, чтобы это было и прозрачно, и понятно. Но при этом не открывать, может быть, тайны другого. Вот этого я не имею права делать. Друзья, это очень важно, потому что в слове прозрачность предусматриваются мои личные, будем говорить, какие-то действия. Но я не вправе отвечать за кого-то, и я не должен давать информацию. А вот я получаю условно 100 рублей, а вот брат Гриша получает 120. Вы к нему со всеми вопросами. Это называется перевести раскаленную стрелу в сторону брата. И поскольку эти вопросы бывают, вот такой прозрачности пахнет предательством где-то, ну или таким, знаете, еще чем-то. Еще один момент очень важный, братья, я почему заговорил за отчетность, это очень важный момент. Мы сейчас переживаем особые времена, и сегодня, тогда, когда идет экономический кризис, сегодня все структуры, особенно государственные, они хотят в казну положить рубль. И поверьте, они сделают все, чтобы его туда положить. И если кто не захочет положить, тогда будут сложности. Поэтому я вот о чем хочу сказать. будьте крайне осторожными, чтобы у нас не получилось так, что вдруг кто-то предстанет на административный суд за неуплату каких-то налогов или еще что-то, а вы члены церкви. И тогда будут сложности и очень серьезные. Друзья, и тогда о благочине или благоприличии уже будет говорить поздно. Тогда будет церкви нужно будет принять какое-то решение. И представьте себе, как это делать. А там многодетная семья, а там еще что-то. Поэтому нужно к этим вопросам подойти очень много. Есть разных законов, всего прочего, помолиться, Богу сказать об этом. И существуют разные формы фиксированных каких-то налогов, или еще чего-то. Но нужно сделать все так, чтобы наша деятельность с вами, трудовая деятельность, где мы зарабатываем насущный хлеб, и где в поте лица мы едим хлеб свой, друзья, чтобы не получилось какой-то беды. И это очень важно. И я хотел бы на этом закончить, потому что время, как я сказал, уже ограничено. Вопрос очень серьезный, и поэтому да благословит вас Бог, слушайте Бога, Господь говорит, подсказывает и даст выход из любой ситуации. Но Писание нам говорит, чтобы мы работали своими руками, могли содержать не просто свою семью, но даже уделять нуждающимся. Аминь.